Приветствую вас, уважаемые любители выпить. Было тут у нас Рождество и зашел я через пару дней после Рождества в магазин. Там везде продают или уже распродают вот такие штуки. Пшеницу насыпали в кулечки, запаковали и продают себе. И натолкнуло это меня на мысль, точнее не натолкнуло, а вспомнил я. Давно я хотел сделать что-нибудь такое зерновое, но не осахаривать там пшеницу, солод или еще какое-то зерно, а попробовать вот просто в спирт-сырец херакнуть туда, например, пшеницы и перегнать. Хуже-то от этого не будет. Увидел я и вспомнил об этом и думаю, что я теряю. Так вот, взял я вот такой пакетик пшеницы, здесь 400 грамм. Было у меня чуть-чуть темного такого, очень темного солода на квас. Здесь его около 50 грамм. Решил я его тоже добавить для какого-то аромату, если все-таки из этого что-то выйдет интересное, поскольку пшеница, не обжаренная, особым ароматом не обладает. И буду высыпать это все в бутылек, настаивать. Посмотрим, что с этого выйдет, как говорится. Ну, чтобы долго не трындеть, приступим. Высыпаем пшеницу и этот солод в бутыль. Вот, как видите, пшеница с солодом у меня уже в бутыльке. Была у меня, конечно, мысль сюда добавить каких-то там специй для аромата, пряностей. Я уже даже и, не побоюсь этого слова, рецептуру разработал. Хотел там тмин, кориандр добавить. А потом думаю, эксперимент же не получится. А мне что нужен эксперимент. Потому что тмин, кориандр перебьют все эти вкусы и ароматы. А хочется чистенькое узнать, что ж оно будет. Ну, хуже не будет в любом случае. Так вот, что делаем дальше? Дальше берем спирт, сырец и заливаем это дело. Ну, сейчас вот леечку ставлю, залью. Залил я эту пшеницу с рожью тремя литрами спирта сырца. То есть это у меня после первой перегонки 47% сахарный спирт сырец. Ну, и постоит так некоторое время. Посмотрю, если будет как-то сильно настаиваться сильный аромат, то можно будет всегда добавить сюда. А если нет, то вот так вот, потом и перейдем к перегонке. В общем, пока ставлю настаиваться, а там посмотрим. Стоп. Ну, появилось время перегнать эту прекраснейшую настойку на самогонке первой перегонки. Прошло две недели, но это совершенно случайно. Не потому, что так было задумано, а так вот появилось время заняться делом, а не фигней какой-то. Ну, что, цвет прекрасный. Прямо жалко перегонять. Но все дело в том, что тут и головы, и хвосты, поэтому вариантов нет. Ммм, несмотря на головы и хвосты, даже появился такой приятный, я бы сказал, хлебный запашок. Ну, пробовать все-таки не рискну. Как-то пожить еще хочется подольше, если получится. Так вот, что же делаем с этим дальше? Долго я мучился-мучился. Добавить сюда еще самогонки сырца не добавить. Пригорит, не пригорит. В общем, ну, жизнь без экспериментов была бы скучна. Решил я ничего не добавлять, вместе со всей этой пшеницей, рожью, точнее ржаным солодом, вылить в куб и перегнать. Ну, естественно, добавлю я сюда где-то 2-2,5 литра воды, для того, чтобы разбавить эту прекраснейшую самогоночку первой перегонки. А для чего? Вот только для того, чтобы получить в результате процентов 25-30 спирта в общей массе. Всегда я так делаю, всегда мне так нравится, всегда хорошо получается. Опять же, получится больше объем, меньше вероятность, что что-то там пригорит. У меня, конечно, никогда еще ничего не пригорало, но все пугают, что должно пригореть. Посмотрим. Разбавил я пшенично-ржаную водочку до 40% спирту. Сразу скажу, что ничего не пригорело. После того, как в кубе все остыло, я его вскрыл, и на дне были вареные зернышки. Такой все было консистенции, как какой-то кисель. Но ничего не пригорело. Так что можно не бояться. И вот получился такой вот изумительный по виду прозрачненький, прекрасный напиток. Но надо его попробовать. Вот, я думаю, для хлебной водочки как раз подходящая хлебная бутылочка и хлебная рюмочка. Ну, что касается запаха. Запах отличается от обычно перегнанной самогонки. Где-то чувствуются все-таки какие-то хлебные нотки. Но запах, как говорится, запахом, как говорил один мой знакомый запах в парфюмерном магазине. И что нам этот запах без того, чтобы его не выпить? Без вкуса в смысле. Будем пробовать. Ну, на завтрак у меня тут печенка жареная с хлебом. Думаю, должна подойти под такое дело. Ну, ваше здоровье. Что-то в этом есть. А что же закусываю? Я же забыл уже вкус этого напитка. Мне же надо не закусывать, а вкус предчувствовать вам рассказать. Я извините, жру. Ну, еще раз ваше здоровье. Попытка номер два, так сказать. Но внутри уже в душе стало тепло, хорошо стало. То есть, это уже радует. Ну, что я могу сказать. Вкус довольно интересный. Есть оттенок такой пшеницы, ржаного, такого ржженого солода. Ну, то есть, тех ингредиентов, которые здесь были. Я бы сказал, вот сейчас, что-то оно мне напоминает. Надо еще попробовать. Есть привкус даже, я бы сказал, хлеба. Не просто хлеба. А вот если вы были в Киеве, то в Киеве еще с древних времен продавались две вещи, которые везли всегда из Киева. Это киевский торт и украинский хлеб. Ну, думаю, вы угадаете, на что похожа водка. Явно не на торт киевский. Да, есть привкус киевского украинского хлеба. Или, как сейчас он называется, киевский, украинский, новый и так далее. То есть, привкус такого, легкий привкус ржаного хлеба. Очень приятно. Но водка мягкой не стала. Она все-таки такая немножко рисковатая. Ну, от ржи, она же, вы же понимаете, ржи, ржи, говори, ого, она же не может быть мягкой. Вот. Но интересно. Для тех, кто не собирается с водки делать какие-то настойки, напитки, а именно вот так пить в чистом виде, я бы рекомендовал. Очень приятно, очень интересно сесть где-нибудь под кустом летом, взять маленькую бутылочку, взять кусочек сала, или еще и какого-нибудь мяса. Хлебануть. И жизнь сразу наладится. Сразу станет хорошо. Поэтому, как я сказал, если хотите получить легкий какой-то оттенок в самогоне чего-то интересного, добавляйте, не стесняйтесь. В общем, подпитывайся, ставьте лайки, жмите колокольчики, и будет всем вам счастье. Ваше здоровье. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok